Привет, друзья! Сегодня вы узнаете, как не допустить фитофтору в теплицу и на картофельное поле, потому что это заболевание может уничтожить полностью весь урожай. Фитофтора поражает практически все растения из семейства посленовые. И в первую очередь от этого опасного заболевания страдают томаты и картофель. Особенно опасна фитофтора в открытом грунте. А картофель, естественно, у нас растет на полях в открытом грунте. Многие огородники не имеют теплицы, выращивают томаты в открытом грунте. Поэтому зачастую эти растения поражаются фитофторой, полностью погибают и никакого урожая огородники не видят. Заболевание проявляется в первую очередь на листьях, стеблях и плодах растений. Появляются серого цвета, такого темного цвета, пятна. Эти пятна неусыхающие, достаточно влажные. В итоге листья начинают покрываться полностью этими пятнами, покрываются полностью стебли. Плоды темнеют, поражается все растение целиком и оно погибает. Иногда фитофтора может и приостановить свое развитие. Фитофтора развивается именно, когда на улице устанавливается влажная и прохладная погода. Такие условия обычно во второй половине лета. Но, когда резко погода меняется и фитофтора еще не успела распространиться по всему растению, не успела его погубить, резко наступает жара, тепло, сухая погода и заболевание приостанавливается. Отрастают новые побеги у томатов и еще может формироваться какой-то хотя бы небольшой урожай. Ботва картофеля может приостановиться в поражении также, какие-то отдельные листики еще отрастут зелененькие и заболевание не будет активно распространяться. Но это случается редко. Обычно у нас так, если дожди пошли, то уже будут лить целый месяц холод и дожди. И естественно фитофтора будет развиваться, растения будут страдать, болеть, ну и спасти их очень тяжело. Значит, опять же, чтобы спасти растения от фитофторы, есть определенные агротехнические приемы. Во-первых, если вы высаживаете томаты и картофель на участке, то не высаживайте эти растения рядышком. Потому что у них одни и те же заболевания и вредители. Кстати, одни и те же тоже и у картофеля и у томата. Колорадские жуки многие думают, что томаты не едят, но на самом деле в голодный год едят еще только так. И листья могут съесть и стебли. Значит, что еще? Если вы высадили рядом томаты и картофель, то в первую очередь заболеет фитофторой картофель. А через несколько дней уже заболевание проявится и на томатах. Поэтому выбирайте отдельные участки, рядышком не высаживайте. Далее, никогда не высаживайте томаты после картофеля и картофель после томатов. Потому что эти растения будут поражаться фитофторой. Ну и естественно, что одни и те же растения. Почва истощается, накапливаются и другие заболевания различные. И урожая хорошего вы не дождетесь. Поэтому соблюдайте севооборот. Высаживайте томаты и картофель после других культур. Лучше всего после бобовых культур. Вот они отлично оздоравливают почву. Можно и после, кстати, высаживать после ржи. Отлично рожь оздоравливает почву. Очищает от фитофторы. Прибивает вот этот инфекционный фон возбудителя фитофторы. Поэтому, если у вас было поле картошки, допустим. И в крайней степени было поражение фитофторой. Засейте это поле на сезон рожью. А зимой рожью. И почва оздоровится. Менее подвержены фитофторе, кстати, томаты, которые выращиваются в теплице. Естественно, что в теплице создается искусственная среда. Здесь более сухой воздух. Здесь можно нормировать поливы. Не переувлажнять этот грунт. Можно закрывать двери, чтобы влажный воздух не поступал. Поэтому риск поражения фитофтора и томатов в теплице гораздо меньше, чем в открытом грунте. Если же у вас нет теплицы и томаты вы высаживаете в открытый грунт, выбирайте для посадки, устойчивые к этому заболеванию, сорта и гибриды, а также сорта и гибриды раннего срока созревания, чтобы основная часть урожая успела созреть до наступления неблагоприятных условий во второй половине лета. Также для борьбы с фитофторой не следует загущать посадки. Не старайтесь высаживать томаты и картофель слишком густо. Если вы высаживаете томаты, будь то в теплице, будь то в открытом грунте, расстояние между кустами должно быть хотя бы 50-60 см. При более густой посадке плохо проветриваются вот эти насаждения, плохо освещаются солнцем и, естественно, возникает риск развития фитофторы. Если вы высаживаете картофель, расстояние между рядами 50-60 см, между растениями 30-40 см. В этом случае посадки будут хорошо равномерно освещаться солнцем, будет хватать силы питания для растений и будут хорошо продуваться ветром, чтобы там не развивалась активная фитофтора. Далее, для профилактики фитофтороза на растениях можно создавать такую конкурентную микрофлору, которая будет оберегать растения от заселения фитопатогенной микрофлоры, от той же фитофторы. Например, вы можете брать молочную сыворотку, либо молоко, понадобится 1 литр, разводим с водой, чтобы получился объем 10 литров, и обрабатываем картофель и томаты по листу. На листьях поселяются молочные, либо кисломолочные бактерии, они там заселяются и не дают туда попадать фитофторы. То есть, если фитофтора попадает, она там развиться не может, потому что есть уже другая конкурентная микрофлора, которая не дает заселяться фитопатогенной. Это неплохой способ, работает он не только от фитофторы, но и от различных гнилей, в том числе и от гнили на ягодах клубники, от серой гнили. Я как-то рассказывал, берите молока, литр, 9 литров воды, все смешиваете, получается 10 литров раствора и обрабатываете по листу для профилактики различных гнилей. Особенно, когда дождливое лето, вот такая обработка помогает получить хороший здоровый урожай. Для профилактики и лечения фитофтороза есть специализированные препараты. Ими можно обрабатывать растения, когда они еще здоровы, то есть для профилактики, чтобы они не заболели фитофторой. И можно лечить, когда уже растения поражены. Естественно, приступать к лечению нужно, когда симптомы еще только появились. Когда вы заметили где-то отдельные листочки уже с пятнами фитофторы, где-то можно на стебельках небольшие пятнышки еще можно обработать и спасти урожай. Но если уже все стебли, все листья, все плоды, все покрыто темными пятнами, идет полное отмирание тканей, фитофтора поразила все растения, там уже ничего не сделаешь, ничем не вылечишь. Поэтому к лечению нужно приступать на первых этапах, если вы заметили вот эти симптомы. А лучше вообще не допускать такой ситуации и делать профилактические обработки. При благоприятных условиях, когда на улице идут дожди, холодает, фитофтора распространяется просто стремительно. И за несколько дней может полностью уничтожить весь урожай и картофеля, и томатов. А большинство датчиков все-таки бывает на своих участках только на выходные. И вы можете не успеть с обработкой. Вы не успеете обработать ни томаты, ни картофель при первых симптомах. И до момента приезда все просто погибнет. Поэтому лучше не рискуйте и делайте профилактическую обработку. Значит, чем можно обработать томаты и картофель? У меня в руках два препарата. Это Тридекс и Праксонил. Сейчас более подробно расскажу. Праксонил это системно-трансламинарный фунгицид для защиты картофеля, в первую очередь, и томатов от фитофтороза. Не стоит бояться, что этот фунгицид химический. При правильном применении, при соблюдении норм и сроков обработки, никакой угрозы для здоровья, для урожая не будет. Всегда читайте инструкции, что производитель указывает. Естественно, что таким препаратом вы обрабатываете томаты, допустим, либо картофель, и в этот же день срывать плоды, копать картошку нельзя. Есть сроки ожидания. Всегда они указываются производителем на этикетке. Допустим, чтобы обработать картофель, понадобится 20 мл препарата, вот этого проксанил, на 4 литра воды. Делаем обработку. Кстати, можно 4 обработки за сезон делать. И 20 дней срок ожидания. Если обработаете, через 20 дней можно копать картофель. А если вы обрабатываете томаты, то срок ожидания всего лишь 3 дня. Кстати, редко у каких химических фунгицидов бывает такой короткий срок ожидания. Но так работает проксанил. В принципе, когда вот такая экстренная ситуация, томаты поражаются фитофторозом, и надо их срочно спасать в период созревания, я думаю, что проксанил очень хорошее средство. Тем более, что он на долгий период защищает растения от опасного заболевания фитофтороза. Второй препарат от фитофторы называется трайдекс, в скобках пенкоцепт. Это контактный фунгицид, который эффективен, кстати, еще и против других заболеваний, против пероноспороза, против парши и против рака стеблей, фомопсиса на голубике. Вот особенно меня заинтересовала голубика, кстати, кроме еще фитофторы, потому что у меня 120 кустов этой голубики. И для профилактики все-таки я обработаю вот этим препаратом еще и голубику. Но тема у нас сейчас другая – фитофтороз. Значит, как разводить этот препарат? 16 грамм разводим на 4 литра и обрабатываем картошку, либо томаты. Получается такая желстая, как суспензия, в порошке этот препарат. И очень на длительный период он защищает картофель. Картофель можно обрабатывать этим препаратом до 5 раз за сезон, а томаты до 3 раз. Но, кстати, обычно томаты достаточно обработать 2 раза. Хватает этой обработки, чтобы на длительный период защитить их от фитофторы. Срок ожидания при обработке томатов – 20 календарных дней. При обработке картофеля – 40 календарных дней. Поэтому всегда, как я говорю, читайте инструкцию производителя. Всегда указываются здесь сроки ожидания. Будьте внимательны. Если вы будете соблюдать все нормы, периоды ожидания, нормы внесения, я еще раз повторяю, никакой угрозы для урожая, для здоровья не будет. Будьте просто повнимательнее. И у вас будет отличный урожай картофеля и томатов. Эти фунгициды, кстати, можно приобрести, перейдя по ссылке, которую мы оставили в описании ролика. И еще один момент, что их можно чередовать. То есть, одну обработку, допустим, делать трайдексом, одну проксанилом, будет еще более положительный эффект, который предотвратит распространение фитофтору у вас на участке. Не допускайте фитофтору к себе на участок, ведь ее легче предупредить, чем потом лечить. Всего наилучшего и хороших урожаев.